Торговый центр открыт, но все бюджетки закрыты. Вот здесь кто-то делал ремонт, я не доделал. Вот еще какое-то кафешка. Да у нас темнота. Кафешки закрыты. А это что открыто? А, это они на вынос сразу продают, то есть как магазин. Это все места, где можно посидеть. Закрыты все. Почта всегда работала так коротко? За час. Ну это новое расписание, видимо. Просто на бумажке. Вот это компания Тимобайл, где можно купить телефоны, заключить контракты. Тоже закрыто. Детский уголок. Да, вот там тоже так выглядят пустые магазины, но даже есть народ. Обычно здесь в субботу, как на центральном рынке в Кишиневе, трудно протолкнуться, толпы людей большие ходят. Сейчас, смотрите, все свободно и пусто, все закрыто. Кстати, у нас нету строгого запрета на выход. Нам можно выходить только не в места скопления людей. Ну и мы сюда пришли не погулять. Даже в места скопления нет строгого запрета. Просто держать обстанк. Просят этого не делать. Его не заставляют. Большинство людей делают. А в тех странах, где заставляют, будет наоборот еще больше ходить. Ну, естественно, закрыта парикмахерская, потому что это прямой контакт с людьми. Ногти. Да, тут ногти делают. Здесь была кафешка. Можно, кстати, подойти теперь поближе. Рельсы тут, тут. И по этим рельсам просто катались блюда всякие с едой. Ты сможешь взять, открыть, достаточно тебе надо. Поесть. Ну, это прям, получается, посрединке. С этой стороны какие-то магазины. С той стороны какие-то магазины. Здесь люди ходят. А здесь вот можно сесть, пообедать. Здесь обычно что-то рекламное выставляют. А этот торговый центр вообще закрыт? Ну, так как здесь находятся эти... А здесь есть продуктовые магазины. И пыльно-мыльные, и аптека. И как раз они сейчас открыты. Они, в принципе, всегда открыты. А, да, и банк. И почта. Ну, почта и банк сегодня закрыты. А когда они открыты, наверное, тут просто заставляют стоять там через... Полтора метра друг от друга. Даже мемюшки на стенах. Да, мемюшки стоят. А вдруг кто-то сейчас придет, посмотрит. И скажет, ой, быстрее бы закончился карантин. Приду сюда. Такая вкуснятина. Ну, точно. Чё, нечего рекламировать уже? А, ну, точно. Ну, сверху. Ангебот зато здесь написан. Скидка. Капучино с пирогом или тортом. Шесть евро и десять центов. И фрюштук с Ангебот. Этот завтрак за 4,40. Ангебот это спецпредложение. Как Ангебот перевести. Скидка? Ну, нет. Ну, какое-то спецпредложение, как ты сказал, это тоже. Ну, по-русски так не говорят. Вот там ДМ. Вот он тоже сейчас работает, потому что... Это мыль напыленный магазин. Бытовую химию там продается. Так, когда ещё мы увидим такие пустые торговые центры, как не в карантин? Реви, это тоже продуктовый магазин, и там тоже есть народ. Многие пользуются перчатками и надевают даже маску. Но у нас это не обязательная мера. Как бы не штрафуют за это и не требуют. Это уже каждый сам для себя решает. Ну, конечно же, Дуглас тоже закрыт. Так что бедные девочки, которые любят краситься, если у них что-то закончилось... Будут краситься, отворили. Татушки сделают, и не надо краситься. А кто их делает татушки? Сами-сами. Вот, если вы видите, кассы у нас ограждены сейчас стёклами. Сами-сами.